всем привет отлично сегодня собираемся намного быстрее чем вчера праздники заканчиваются нас становится все больше сегодня читал в чате очень много полезной информации в том числе и юмор очень хороший был по поводу ошибок трейдеров давно уже эту информацию не читал очень много чего вспомнил также интересные статьи роман найденов сбросил на свой life journal интересная статья тоже довольно таки адекватная реалиям то есть довольно таки интересная информация значит все знают почему фьючер сегодня большой ли не все знают значит фьючерс у нас плюс 13 4 сегодня значит есть у нас некоторые новости по европе так как идет сейчас скажу где на bloomberg у нас эта новость была вот french business confidence то есть индекс уверенности в сфере бизнеса немного стал выше но это такая второстепенная новость то есть основная причина почему у нас такой высокий фьючерс это вчерашний отчет по компании алкоо то есть обратите внимание на ее пост маркет и на при маркет то есть уже начинаются отчеты и алко отчиталось видимого по чарту довольно таки неплохо и за счет этого уже фьючерс у нас положительны соответственно эта новость а как алкоо это у нас такой алюминиевый синдикат относится у нас к сектору комодитис сразу же на этом фоне у нас происходит следующее у нас фьючерс на нефть oil wti плюс доллар 89 и составляет 103 доллара и 20 центов за баррель то есть соответственно если мы сейчас возьмем все акции которые у нас относятся к сектору комодитис это один из самых больших и серьезных таких капитализированных и секторов очень серьезно влияет на основные индексы соответственно у нас из-за этого сегодня высокий фьючерс так значит новость бросили крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания макдональдс близка к подписанию соглашения с бюджетным олимпийским комитетом по поводу нового восьмилетнего спонсорского контракта представители компании макдональдс чей контракт истекает после окончания олимпийских игр в лондоне намерены встретиться с представителями смотрите когда мы какие-либо новости просматриваем всегда их структурируйте таким способом можете ли вы определить как это в будущем повлияет на прибыли компании существенная ли это будет прибавка к прибыли несущественная и так далее то есть у нас много новостей вот мы сбрасываем которые мы не можем проанализировать как они на будущее компании вообще могут повлиять то есть понятно что новость в принципе хорошая какой-то новый контракт но мы толком не следим за данной компании мы не знаем может они через день подобные контракты подписывают потому что макдональдс это действительно крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания и очень тяжело действительно интерпретировать данные новости и понять как она повлияет на будущее прибыли компании то есть вокруг этого показателя в принципе все крутится насчет будущего и ps то есть рынок фондовый это торговля будущем если будущее оправдывается то так оно и будет если лучше чем ожидали то будет еще выше да если хуже чем ожидали то соответственно там будет резкая продажа то есть все здесь на будущем вот допустим если мы берем какие-то какие-либо новости какие-либо судебные процессы там вот действительно если мы знаем что компания получает по соглашению с другой компании 30 процентов своей там валовой прибыли и у них какие-то разногласия они расторгают данный контракт то эта новость будет очень серьезная так слишком часто в сми появляются новости по ирану если война с ираном таки будет то это отразится на росте цен на нефть да совершенно верно но цен на нефть однозначно отразится скорее всего изначально будет скачок выше потом это в будущем приведет обратно к падению но в любом случае тут очень тяжело сказать будет ли это все происходить и пока это не будет происходить по крайней мере по фьючерсу на нефть я этого не вижу то есть на данный момент пока это только шум так значит что касаемо пары евро доллар сейчас это очень важный показатель 1.2805 соотношения тут движение практически не было 40 тиков немножко стал сильнее евро но это не существенное движение если посмотреть на пару евро доллар таком более глобальном тренде там ло у нас практически на уровне 1.20118 и прогнозирую сейчас что к 1.20 мы все-таки подходить будем по евро но в любом случае это будет немного тоже позже то есть сейчас пока данные прогнозы они тоже ничем не подтверждены будем смотреть как что будет происходить с самим долларом по индексу на доллар и как он будет в этот отчет наперед себя вести лэс что хорошего в отчете алко здесь нет ничего хорошего ничего плохого это определенный факт и дело в том что алко это очень крупная компания которая входит в индекс доу джонса и отчет алко как раз ассоциируется всегда с началом отчетного периода и данный отчет на него всегда смотрят потому что он более или менее прогнозирует как будут отчитываться многие ресурсные компании ресурсной компании очень серьезно влияет на основные фондовые индексы сша поэтому поэтому очень серьезно сейчас на него обратили внимание и я думаю что это основная причина почему фьючерс у нас высокий не факт что мы сразу не полетим вниз но факт в том что и европа у нас положительных значениях закрывается сейчас и европейские индексы уже довольно таки американский индекс довольно таки хорошо себя чувствует сейчас на премаркете так а тут сразу же ссылочка сейчас одну секунду так сейчас попробую у меня просто в другом браузере открывается одну секунду значит отчет алко вчера был автомаркет клоус так значит сюрприз минус 0,1 так значит сюрприз минус 0,1 значит если и ps у нас был прогнозируемый минус два цента отчитались минус 0,3 цента сюрприз минус один цент отчитались на один цент хуже чем прогнозировали аналитики но посчитали что это хорошо то есть думали что будет намного хуже значит нельзя сказать что это плохо дело в том что очень часто бывает что на положительном отчете акция падает потому что это не до недостаточно положительно то есть аналитики говорят одно допустим у холдеров у них свой прогноз я еще раз говорю когда мы торгуем отчеты будем проводить вебинар я думаю это на следующей неделе где-то в начале недели сделаем как раз у нас отчеты будут начинаться самое главное нам в акции вот который мы торгуем нам нужно находить движение там не нам не нужно понимать плохо это или хорошо то есть если хороший сюрприз тут маленький сюрприз да если сюрприз там к примеру в процентном соотношении будет составлять там я не знаю 15 процентов 20 и так далее и по акции на премаркете на постмаркете видно что уже происходит какие-то серьезные движения это говорит о том что в акции будет импульс в акции будет движение то есть особенно если новости плохие либо очень хорошие то есть будет либо ралли либо будет целов и для нас в принципе для внутридневных трейдеров это самое основное нам больше ничего знать не нужно нам не нужно лезть в глубины что конкретно там происходит очень важное значение имеет guidance вот примеру сегодня перед открытием рынка в акции mg guidance то есть не знаю как что это за компания как она отразится на самой компании но guidance очень часто бывает намного важнее чем сам и ps почему потому что это как раз seo оглашает будущие прогнозы прогнозы о компании на следующий квартал полгода год и так далее и это как раз тоже напрямую коснется самого и ps в будущем то есть ps может быть за предыдущий квартал очень положительным а guidance может быть отрицательным либо в онлайн то есть в консенсусе может быть и в этом плане акция может серьезно падать вниз то есть поэтому guidance он тоже здесь играет очень серьезную роль по нету такого понятия торговать там только по ленте когда мы говорим о импульсной торговли торгуем акции по ленте то мы все равно сочетаем график мы сочетаем ленту мы сочетаем котировки мы сочетаем рынок в целом то есть мы всегда берем сочетание факторов почему либо отдельно мы просто может быть какой-либо инструмент допустим та же лента она показывать действительно явного покупателя продавца и за счет этого уже может открываться сделка но в любом случае перед этим должен должна быть неплохая история должен быть неплохой чарт который действительно подсказывает что да в такое вполне может быть особенно если мы к примеру с рассматриваем гэпы то это очень полезная вещь потому что мы видим в сторону гэпа что произошло там какое-то событие да и то есть корпоративная новость какая-либо вышла акция с гэпом да он открылась и дальше уже по этому гэпу смотрим ленту то есть график подсказка есть есть лента и дальше уже выбираем что будет закрытие гэпа либо будет продолжение и так далее значит что касаемо вчерашних вчерашнего дня то есть были некоторые акции очень неплохие то есть к примеру те которые вот моменты я видел значит акция wpi кто-нибудь видел этот момент в этой акции вот этот нф просмотрим да имеется ввиду вот этот уровень по 63 0 ноль посмотрите на дневку два дня акцию просто подымали хорошо на объеме вверх сегодня тоже была вероятность акция откатилась и держала тоже вчерашний там позавчерашний level 63 0 ноль на ценовой фигуре здесь набрались вот был выстрел тут уже можно было крыться дальше акция обратно сюда отошла пробила данный level и опять в него стало это вторая . где можно заходить на уже с большим риском скажем так и вот отсюда акция уже сделала такое неплохое движение полупойнтовая очень неплохой момент что касаемо его я и вчера был отчет я посмотрел на эту акцию и даже не заходил туда и не пытался почему потому что очень серьезные у нее моменты идут по поводу там тяжелая лента была там spread 25 центов это нормальная тема поэтому тут надо быть аккуратнее да конечно интересный момент был действительно то есть акция неплохо прошла выше ход у нее серьезно то есть поинт здесь высидеть не проблема но соответственно здесь нужно давать риск там центов 30 было то есть очень такой момент серьезно были вот моменты неплохие тоже когда она уже на откате шла вниз то есть моментов было принципе не достаточно но она тяжелая почему допустим я не могу вчера не торговал эту акцию то есть очень хороший здесь был показатель вот этот вот рост объема каждый бар объема он все выше и выше становился но я допустим ну 100 200 акций я бы туда зашел бы но больше мне было бы очень тяжело мне легче было вчера торговать акцию которая 140 долларов стоит но здесь более такой даже не такая волатильность была как там вот момент был очень хорош и акция с гэпом открылась отстоялась и тоже начала подниматься выше кэй ароу вчера тоже видел момент хороший тренду акции был и под конец дня тоже такая базочка была небольшая акция немного спустилась ниже 30 центов дневка тут говорит сама по себе то есть вот этот момент о котором я постоянно говорю на брифингах растянутая свеча на следующий день акции отстаивается вот он от первый день идет рост на следующий день акция отстаивается на следующий день идет рост и еще один день идет рост то есть вот эти растянутые свечи это признак того что пришел покупатель видны его под French по объему по чартам каждый дима бывает 3 дня подряд покупают допустим до в пя и вот там два дня подряд было третий день вчера тоже было сегодня тоже буду и и смотреть К примеру, тот же KRO. Можно, конечно, смотреть KRO, но уже куда? Уже я не знаю, что с ней будет происходить. То есть, уже она далеко ушла. То есть, может и пойдет, может не пойдет. Уже неизвестно. Так, REE. Вот еще один признак. Тоже на повышение объема стак просто идет. И, как правило, предпочитает это делать в первой половине дня. То есть, вот 0.01-0.05 обратите внимание. Вот этот день. Перед этим день. То есть, смотрите, с самого утра акция уже начинает идти. Каждый день. Тоже сейчас идет Volume Spike. Здесь акция дешевая. 6 долларов стоит. Но, в любом случае, кто за этой акцией вовремя ее увидел, можно было за ней следить просто каждый день. Значит, PBR. Так. PBR. Значит, PBR. Это у нас Petrolio Brasilia. Нефть у нас. И GAP. Ну, это понятно. Сегодня по индексу и вообще здесь по чарту, да, можно смотреть. Но, обратно же. Спекулятивный сектор. По новостям. Нефть сейчас многое находится на низах. То есть, те же всякие MPC. То есть, обратите внимание, тоже. Очень много компаний, которые сейчас могут идти неплохо на возврат. Не все компании. Конечно, XOM всегда в рост идет. У них всегда все хорошо. Значит, CFX. Значит, CFX. Тут такой плавненький, спокойный тренд идет по дневке. Внутри дня, конечно, мне не очень нравится, как акция торгуется. Но, все-таки, отличная вчера базочка была вот по 30.00. Обратите внимание, как держали ее. Акция потом откатилась. И потом полпоинта прошла. То есть, тоже неплохой момент. Есть у нее точки входа. Есть неплохие движения у нее. Такая своеобразная ходу акция идет. Но она довольно-таки плавная, кстати. Сквизы у нее небольшие. Так, WPX. Вчера, по-моему, эта акция была. Видели тоже. Это не так давно IPO у нее было. Обратите внимание, 17.00. Хорошая база. Не знаю, шорта была она или нет. Тяжело сказать. Но, в любом случае, вот это вот движение, это как показатель. Первая половина импульсная. Первые минуты. Акция сливается, возвращается, находит уровень резистанс, сопротивление. И отсюда с коротким стопом можно акцию шортить. То есть, даже если она не шортабл, то это как модель. В принципе, очень такая показательная акция. Так, DLB. Тоже акция знакомая. Здесь не совсем понятно. Но, если показываете пробойчика, к примеру, очень неплохо было. Особенно неплохо то, что она пробила. Откатилась четко до фигуры. Тут не фигура, а 31.80. Круглая цифра. И отсюда немножко прошла выше. Но, слабенький ход. У нее потенциал довольно-таки маленький. У нее есть дни, когда она неплохо двигается. Но это... Есть дни, конечно. Но сейчас пока она ходит не очень. Объемчик. Пока у нее на уровне среднего. Так, RIS. Кто-то скупает акцию. Я вчера в RIS вот здесь в шорте был. Наверное, часа два. Потом меня по стопу здесь выбило. То есть, в принципе, я тоже увидел, что не реагирует она на рынок. Своей жизнью живет. И все-таки прошла она. Действительно. Прошла она действительно выше. Можно, конечно, наблюдать ее, смотреть. Если, конечно, ничего лучшего нет. То есть, 20-минутный чарт, в принципе, показывает, что действительно может быть здесь покупка. Так, USG. Так, смотрим, что у нас с USG. На хаях акция находится. 12.00. Видите, цена, от которой уже акцию готова продавать. То есть, сюда можно либо шортить, либо на пробои этой цифры тоже где-то смотреть. Внутридневное движение, честно говоря, есть моменты. Ходит она неплохо. Вчера ходила не очень хорошо. На дневке объем пока еще не совсем упал. То есть, можно смотреть на положительном фьючерсе, как она будет. Это 12.00. То есть, будет ли она ее пробивать. Либо здесь начнет дальше рисовать базу. Там уже от базы может оттолкнуться. Так, HNT. HNT это у нас Health Care Plans. То есть, обратите внимание на дневку. Сейчас многие хелсы так ходят. То есть, пару дней назад. Тоже вот вчера AGP. Утром обратите внимание на дневку. Тоже три неплохие свечи выше. И тоже вот позавчера обратите внимание движение. То есть, сейчас данный сектор очень ходит неплохо. Поэтому на него можно обращать внимание. Но не все уже из сектора неплохо двигаются. То есть, AGP, HNT еще неплохо. Вот уже AET, WLP, UNH, HUM. То есть, такие более крупные компании из данного сектора, более капитализированные. Они уже немного свой импульс потеряли. Уже не так сильно идут. Вот WCG тоже довольно таки неплохо. Level вчера нарисовала. И тоже вверх неплохо двинулась. Тоже три бара у нее сильные. Значит, pre-market BSC. Это у нас крупный банк. Да, в последнее время его так неплохо подкупают. Премаркет уже действительно здесь есть. Хотя, акция, как правило, всегда без потенциала торгуется. Но вот обратите внимание, буквально недавно, 5 числа, сделал такое вот движение. Очень сильное. Так, HNT есть, NF. NF, согласен. Акция с low нашла свое дно. Сегодня эту акцию посмотрел бы, конечно. Вчера ее видел. Довольно таки интересно. Она вышла на самый свой low. Довольно таки много гэпов у нее было. Сливы такие неплохие. И сейчас она оттолкнулась отсюда. Так, на объемчике. Сейчас уже pre-market на положительном фьючерсе у нее отрицательный. Можно было бы за акцией, конечно, понаблюдать действительно. AFL вчера тоже неплохой был gap down. И неплохой short был. Тоже обратите внимание, тут я short ее вот в этот момент. Вот он. Когда акция на new low выходила. То есть, очень такое неплохое падение было. Акция очень объемная. Так, BBY на продолжение в long. Это у нас retailer. Best buy компания. На продолжение в long. Вполне возможно, по фьючерсу можно смотреть. На дневке она действительно выходит. После своего отчета. Тут у нее отчет был. Ее продавали. И сейчас она отстояла. Здесь немножечко выходит. Вполне возможно, могут ее возвращать. Так, значит, с Best buy разобрались. Так, что у нас? CFN. CFN тоже был gap down вчера. То есть, были моменты, где ее shortить. Тоже. Ну, тут новостная акция с выходом объема. Нужно смотреть. Будет продолжать, либо возвращать. То есть, тут третьего не дано. Далее. ADI. ADI. Немножечко не понимаю. Объем, в принципе, более или менее средний. 36.60 вроде бы как держало. Но это больше на range похоже. Тут не совсем понятно. Но если по фьючерсу, то, конечно же, на то, что New High будет акция выходить. Так, GBX. Тоже не первый день уже смотрим. Здесь ничего не понимаю пока. То есть, она день отстоялась. День на... Тут довольно-таки неплохо ее купили. И вчера она отстоялась. То есть, идея заключается в том, что она будет дальше выходить на New High. Можно, конечно, посмотреть. Но, честно говоря, не думаю, что это будет. Так, далее. KRA. Так, все. Акции тогда уже не сбрасывайте. Буквально посмотрим. Несколько потом посмотрим гэпы. Просмотрим гэпы, которые у нас есть. Примаркет, отчеты. И будем уже готовиться к открытию. Значит, KRA тоже на High находится. Внутри дневное движение, конечно, не очень. Но на дневке идет уверенно. И тоже идет рост объема. Но тут пока не к чему прицепиться. Никакой цифры. Так, OC. OC особо тоже ничего такого интересного не вижу, к чему можно было прицепиться. Тоже выходит на High. Очень много сейчас таких акций. Поэтому из них нужно выбирать лучшее. TAF. Ну, TIFFANY. Это у нее уже не первый раз получается. Вот сейчас она здесь на дневке находится. На нее вышла новость. Однозначно корпоративная. Против рынка. Поэтому с ней будьте аккуратнее. Потому что здесь движения будут довольно-таки агрессивные. То есть будьте аккуратнее. Если будете ее торговать. Но движение здесь однозначно будет неплохое. Так. HNT. Все заметили, потому что она на годовом хаю. Совершенно верно. И там сильный уровень. Значит. Давайте еще раз HNT посмотрим. Годовой хай. Так. Это у нас VICKLY. Обратите внимание. Да. Действительно может здесь что-то быть. То есть цена 34.00 будет довольно-таки для нее интересная. Так. Сразу новость. Вот по TIFFANY сбросили. Ритейлер предметов роскоши. TIFFANY заявил о 7% увеличении мировых продаж в ноябре и декабре. Которые достигли 952 миллиона. Поэтому темпы роста продаж в США и Европе существенно снизились. В связи с чем компания понизила прогноз по годовой прибыли. Согласно оценкам TIFFANY прибыль за год с окончанием 31 января составит 3.635 на акцию. Так как ранее прогнозировали прибыль на уровне 3.7-3.8. То есть это называется Guidance. Это называется Guidance. И вот его соответственно реакция на данную новость. То есть довольно таки интересный здесь прогноз. Значит акция HMA. То есть вчерашнее падение. То есть тоже есть у нас премаркет. Очень сильный. Тоже обратите внимание на эту компанию. Значит что касаемо SAP. Тоже есть премаркет. Мне кажется это у нас ADR. То есть это у нас не американец. Поэтому с этой компанией я буду немножечко... Так. Значит. Я понял. Так. SAP. Это у нас технология. Да. Это у нас Германия. Это ADR. Поэтому там свои новости. Компании можно в расчет не брать. Значит. LAZ. Обратите внимание. Тоже премаркет. Есть. Тоже можно посмотреть. Что сегодня с ней будет происходить. Тем более посмотрите на дневку ее. То есть все было очень хорошо до сегодняшнего дня. PHH. Тоже есть премаркет. Но тут это неудивительно. Так. Что касаемо положительных гэпов. Это в основном у нас идут ресурсные компании. BHP Billiton. Это австралийская компания горнодобывающая. Далее BBL. Аналогично относится к BHP Billiton. WLT. Это у нас тоже или металлы или нефть. Если не ошибаюсь. Walter Energy. Это скорее всего нефть. RIO. Это тоже идет горнодобывающая компания. Rio Tinto. DB Deutsche Bank. Это у нас ADR. FCX. Тоже ресурсная компания. VAV. Тоже есть у нас GAP. То есть это такие основные GAP. Значит посмотрим еще по другим фильтрам. То есть какие у нас компании. Значит HMS, IPL, EZ. PHG. Тут тоже это больше похоже на... Все те же компании в принципе и на других фильтрах находятся у меня. То есть пока ничего нового здесь нет. То есть но в принципе GAP достаточно. TF, HMS, EZ и PHH. Это те компании, которые у нас именно GAP down имеют. То есть GAP up особо пока сейчас не видно. Что в принципе очень странно. Потому что думаю, что акции на таком фьючерсе будут открываться достаточно высоко. И дальше нужно смотреть будет по индексу. Что будут они делать. То есть сейчас есть такая идея, что индекс откроется далеко выше. Особенно компании Commodities. Это в том числе многие нефтяные компании. И после этого будут закрывать вниз свой GAP. Но в любом случае посмотрим, насколько это будет адекватно данная идея. То есть самое главное посмотреть, что будет в первые 5 минут делать основной индекс. Смотрим последнюю акцию и уже перемещаемся тогда в чат. Значит COF. Тоже есть небольшой GAP, но здесь очень мало объемчика. Но в принципе на дневке находится тоже на кандидат на выход на New High. Хорошо. Всем удачи сегодня. Самоконтроля. И хороших сделок конечно же. Импульсные акции. Вот те же GAP. Там в любом случае будет импульс. Все. Всем спасибо. До встречи тогда уже в чате. По поводу вебинара. На следующей неделе. Понедельник, вторник. Ориентируемся. В любом случае на этой неделе я всем на брифинге скажу. Когда конкретно будет дата. Когда конкретно будет дата. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...